The original link to the video will be in the description down below. Три месяца назад Rainbow Six Siege был на вершине мира, и 2000-но был гигантским, огромное количество игроков. Мы даже сделали целый выпуск о том, как хорош Siege. Но сейчас проигроки уходят, геймеры не хотят играть в саму игру, и кучу негативных постов на реддите один за одним. Что случилось? Что случилось с Rainbow Six Siege? Итак, сейчас Siege в очень бедственном положении, и сложно ответить, как так получилось. И чтобы всё имело смысл, я разбил эту проблему на три различных категории. Читерство, Новая Лига и Мета. Конечно, здесь отдельно надо говорить о многих вещах, но эти три проблемы, кажется, больше всего задевают людей. Начнём, пожалуй, с самой большой проблемы. Читерство. Если вы следили за игрой в последние пять лет, вы знаете, что в Радуге огромная проблема с читерством. Мы много раз поднимали этот вопрос, но сейчас всё гораздо хуже. О, я уверен, что они задодосили сервер. Здесь всё как обычно. ВХ, автоматическая наводка, стрим-снайперы, и всё это происходит на официальном сервере Ubisoft. Окей, у всех FPS-шутеров есть проблемы с читами, просто посмотрите на CSGO. Но большое отличие, которое сделает CSGO от Siege, это внешний сервер. В CSGO у вас есть сторонние варианты для игры, например, FACEIT или ECEA, которые предлагают сильную античит-систему, то, чего не достаёт CG. Для примера, у FACEIT есть назойливая античит-программа, вдобавок к этому вы должны заплатить за премиум сервера и подтвердить свою личность, что выявляет кучу читеров. Всё это ведёт к тому, что серверы лучше, и у CG ничего этого нет. Единственный способ сыграть ранговый матч, это через официальный сервер Ubisoft, у которых отечит система гораздо слабее, и в результате завещающие лобы, частое отключение и дидос-атаки. Весь комплект. Читество происходит почти на всех рангах, и чем выше ты передвигаешься, тем становится хуже. Дошло до того момента, что проигроки и геймеры, которые стернутся на рангах Diamond и Champions, имеют проблемы с доступом в игру. И это непрекращаясь от читества заставило будущего проигрока Модига закончить с игрой окончательно. Когда я начинал играть, я мог играть 10-12 часов в день. Мог стримить весь день, я мог играть, и сейчас я не могу этого делать, потому что в половине игр читеры. Помимо проблемы читества, которые занимаются сторонние программы, есть ещё стрим-снайперы, очень сильно влияющие на стримеров и видеоблогеров. Например, аналитик Интеро попросил разработчику сделать некий стримерский режим для устранения данной проблемы. Люди даже сделали наброски того, как этот режим может выглядеть, но Ubisoft пока молчат по поводу того, внедрять это или нет. Ты знаешь, что у тебя проблемы с читами, когда такие люди, как Мэйси Джей, самый ярый фанат Сиджи, пишут, что он не играет вообще, потому что читеры-то являются настолько большой проблемой. Добавок к читам есть куча багов, которые не позволяют нормально войти в игру. И да, Ubisoft их устраняет с помощью патчей, но эти же патчи создают новые баги. Это не означает, что Ubisoft забил на это. На самом деле, они из кожи вон лезут, чтобы взять под контроль проблему с читерами. Они забанили тысячу аккаунтов, но Battle.I, сторонняя античит программы, которую использует Ubisoft, недостаточно обширна, чтобы как-то повлиять на данную проблему. Почему я использую этот аккаунт? Потому что у Rainbow Six есть античит, который не работает никаким образом. Все говорят о том, как читер-то делает из радуги кошмар. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это новая версия Pro League от Ubisoft. 11 сезон Pro League закончил 13 апреля, и это окончание соревнований от Сиджа на данный момент. Возьмем североамериканскую Pro League, где будет LAN-чемпионат, который по слухам будет базироваться в Лас-Вегасе. Причина, по которой мы знаем об этой лиге, заключается в письме бывшего игрока Luminosity Хаина, в нем он прям поджег всем промежье. Разногласия между LAN-лигой и письмом Хаина очень неоднозначны, если вы хотите знать полную историю. В общем, если на этом видео наберется 10 лайков, то следующий материал будет как раз про Luminosity Gaming. А пока смотрим дальше. Итак, если вкратце, то переговоры между Ubisoft и множеством организаций по Rainbow Six, а также их участие в этой новой лиге, сорвались. Из-за этого организации распустили свои составы, и теперь бывшие про-игроки, кто участвовал в 11 сезоне лиги, остались без команды. Последний раз, когда я об этом говорил, я концентрировался на составе Luminosity, который был распущен после отказа LG участвовать в новой лиге. В этот раз я поговорил с игроками его Genesis, еще одной организации, которая спустила состав после того, как сорвались те же переговоры с Ubisoft. Игроки EG, с которыми я говорил, ощущают, что у них незаслуженно отняли их место. Так как EG не будет участвовать в этой лиге, вакантное место, которое они заслужили, перейдет к другой команде. У нас было это место 4,5-5 лет. Мы были в зоне вылета, мы оттуда выходили, мы выигрывали всю про-лигу. И нам нормален этот соревновательный момент, если мы вылетим. Окей, будем бороться дальше, но не иметь шанс бороться за свое место, ради которого ты почти все пожертвовал, вот это и расстраивает. По словам игроков, причина, по которой не участвует EG, заключается в финансовых затратах на содержание команды. Один из факторов это то, что EG базируется в Вашингтоне, и должны переехать в Вегас и находить новое жилье для сотрудников и игроков. Они пришли поговорить и сказали, что вот ситуация, мы не согласны, и не хотим переезжать, это нерационально для нас. И в итоге мы разошлись. И люди не знают, кого винить. Взгляды направлены на Ubisoft за отсутствие коммуникации, другие считают, что LG и EG должны были помочь ребятам. Это суета, которая вынудила Ubisoft сделать заявление о новой лан-лиге раньше, чем они планировали. EG – сторожилы киберспортивного Сиджа. Это все равно, что фанатик распустит состав по CSGO, когда они уже свинутся на прежнем десятилетии. Мы не знаем всех деталей по поводу новой лиги, и мне любопытно, почему организации либо выпадают из киберспортивного Сиджа совсем, или вообще не хотят в этом участвовать. Окей, это все, что мы знаем о лан-лиге. Последнее, о чем я хочу поговорить, это сама игра. Сейчас мета не в самом хорошем положении, и люди расстроены. Поговорив с некоторыми игроками, самый простой способ, которым можно объяснить, это то, что Сидж стал очень зависимым от устройств. Игра превращается в рутину, и на нее скучно смотреть. Штормовики должны переживать о камере Валькирии, щитах Гоя и барабане Эхо. И здесь батарея бандита с минами, и аж 8 вещей, от которых ты должен отсвечиваться. Все это до захода на плент. Стало настолько плохо, что люди в шутку стали называть Сидж симулятором удаления устройств. Первые минуты каждого раунда нападение методично уничтожает боеприпасы, а затем, оставшиеся 30 секунд, сохраняется на безумной перестрелке, или на того, кто ужасно хочет заложить бомбу. Еще одна вещь, которая влияет на мету, это нерфы, шлифовки и изменения в комплект оперативников. Самый яркий пример это обновление пятый год 1.2, в котором мины заменили осколочные гранаты и неоднозначно обновили у Инги и увеличили запас устройства Кандела с 3 до 4, также дав ей дымовые гранаты. К сожалению, эти улучшения сделали ее сверхмощной в атаке, и ее процент выбора взлетел до небес. Но опять же, Ubisoft выслушал последствия и вернули прошлые настройки, после недели возмущений со стороны комьюнити. Это очень сложная балластная дилемма, потому что оперативники, их комплект, их способность гибкость Сиджа, вот это все делает игру сложной, амбициозной, как киберспорт. Это не говорит о том, что разработчики бездумно выкидывают контент для проверки того, что приживется. На самом деле, все наоборот. Мы знаем, что разработчики так же одержимы Сиджем, как и те, кто в него играют. Это редкая игра, где разработчики общаются со зрителями и часто говорят о мыслях и идеях насчет последних патчей и изменений в игре. Мы здесь опять, еще одним разработчиком Rainbow Six. Сегодня у нас в гостях Жан Баптист, он главный дизайнер игры. Если искать позитив в этой ситуации, то что комьюнити Сиджа не обсирает игру из-за того, что так круто делать. Я понимаю чувство обиды, игру, которую они любят, то, на что люди потратили тысячу часов, не том состоянии, в котором она могла быть. И немножко странно говорить так о Сидже. Я реально считаю, что она может находиться в топе вместе с CSGO и League of Legends. На 1 января этого года у Сиджи 55 миллионов зарегистрированных пользователей, и турнир инвитейшнов был хорош. Вроде сейчас идеальный момент, чтобы стать фанатом Сиджа, но на самом деле нет. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео по Rainbow Six Siege. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok